Про скотство очень много писал великий русский писатель Крылов. Басни или вообще сравнения с животными, они очень уместны, потому что, несмотря на то, что божественным проведением человеку дарован разум, человеку дарован возможность учиться на ошибках и изменять свои собственные рефлексы, человек может влиять на свое кармическое предназначение, менять свои физические параметры и умственные, он может достигнуть всего лишь в одном воплощении громадных каких-то успехов, он упускает тысячи возможностей стать лучше и никогда не упускает, маленькую возможность превратиться в животного. Мне кажется, что тысячелетняя история цивилизации дарует нам много знаний об этих вещах. И мы можем быть трудолюбивыми, поэтически настроенными пчелами, мы можем быть отважными львами, но мы по-прежнему выбираем, не знаю, свинство, трудней, подлых гиен, то есть как своих, вот нагуаль, да, у индейцев есть такое понятие, когда каждому человеку соответствует дух какого-то животного, да, или какого-то растения. Вот мы часто своей нагуалью выбираем животных достаточно стрёмных. Поэтому скотство – это образ жизни, хамство и обождествление своих низменных инстинктов. Это сейчас норма поведения. Мне кажется, что если бы это было не комильфо, да, если бы в обществе это всё не принималось, если бы все понимали, что это психическое и нервное расстройство, то мне кажется, бы люди стали смотреть об этом. Одно из самых главных примеров скотского поведения – это всеобъемлющий конформизм. Субтитры создавал DimaTorzok